Девушки отдыхают Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего. Пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Прикоснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артем, можете идти, а вот с вашим Аня ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу. Пожалуйста, дайте мне лекарства. Я знаю, у вас есть. Дайте мне, дайте. Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артем. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Иди сюда, доченька. Не смотри, не смотри. Что там, папа? Что? Ничего. Все хорошо, все хорошо. Ты не смотри только. А когда мы домой пойдем? Скоро. Совсем скоро. Чуть-чуть осталось. А где мама? Куда ее увезли? Мама домой уже пошла. Кого повезли? Не видно тебе. Да мы себе поймешь. Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий. Ёрка. Эй! Кто-нибудь! Эй! Не плачь, Сашенька. Не плачь. Что теперь делать? Что делать, доктор? Что делать, что делать? Вы не хуже меня, знаете, течение болезни и прогнаете. Да я сейчас знаю. Все знаю. Но как же так? А вот так. Вас предупреждали о мерах безопасности. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. А теперь вы мне... Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше. Измерение температуры каждый час. Проба крови каждые три часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно. Понимаете ли, случаев с благоприятным прогнозом пока всего два. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Не стойте здесь, опасно. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса или короткие боли. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вирус. Без исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третьи 25. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается. А в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения. А затем становиться безвредным. Проклятье! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указания опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил. Из прошлого. Вдруг кто-то из них что-то притащил. Из прошлого. Разойдите, проходите. Обращаться к медицинскому персоналу и охране разрешаются только закладами по установленной морде. Немедленно разойдите! Освободите! Вы, да вы, проходите! Стойте! Пропустите меня! Пропустите! Разойдите, телевизор! Стойте! Пропустите меня! Разойдите телевизор! Вот пора! Говорили же, стоять! Каждый день! Каждый день! Сколько можно! Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Артём, я здесь. Рад. Очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот тёмный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идём. Ну поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулина. Нас же не выживет. Медневопеде ещё нельзя туда. Как же мы... Беженцам повезло, что здесь оказались Рейнджер и Томилин. Люди Корбута явно не ожидали пулемётного огня. Защитить станцию гонзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Артём, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни бы и припасы, и запас фильтров. Кто знает, когда ещё удастся. Удачи в тоннелях, Рейнджер! Обрати внимание, Артём, какие средства ГАН забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Удачи в тоннелях, Рейнджер! В полюсе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры ГАНЗы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Всё бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, двигаясь по тоннелю, пояс с чёрным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В полюс идёте? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет. Открой межлинейный тоннель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Идём, Артём. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Аккуратнее там, с генераторами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Никакой это не тупик, Артём. Просто случайный человек. Моментально заблудится в этих тоннелях. А ещё больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведёт судьба. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все думают, что метро – это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но есть метро – особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы». Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить всё. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Помни, главное – найти чёрного. Это единственное, что надо просить у реки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Метро – живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время – настоящее. И лишь одно место – метро. И наш долг – спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять чёрного. Ане – сообщить отцу о том, что творят корбут с Москвиной. Всё остальное – непозволительная сейчас роскошь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 И еще двое! Огонь! Держись, Артем! Давай! Не дадим нас обогнать! Вот он! Как только поравняемся с поездом, перепрыгивай! Иначе остановить его нам не удастся! Красные! Они уже на поезде! Пойдем по параллельному пути! Огонь! Скоро пути сблизятся, Артем! Тебе придется прыгать! Иди в вагон с клетками и освободи Черного! А потом рви стоп-кран! Я постараюсь не отстать! Давай! Пошел! Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнул меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. 99% Невг. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перезаряжаюсь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА